В нашем доме индивидуальное отопление. В сентябре я использовал батареи всего лишь 4 дня. Они были включены, были включены где-то на половину мощности. Но мне пришлось за это заплатить 300 рублей. По сути, в эту стоимость входит подогрев, который производится электричеством. Юрий Зарянов в умном доме ЖК Царёва живёт год. Мужчина рассказывает, при покупке квартиры застройщик обещал низкую плату за тепло. Дело в том, что системы отопления этого дома работают не от газовой котельной. В её основе геотермальный насос, который забирает тепло из земли и отдаёт в систему отопления. Так и греется вода. Ещё на крыше дома установлены два вида панелей. Одни вырабатывают солнечную энергию, вторые – солнечные коллекторы. Они забирают тепло солнца и тоже греют воду. Дело в том, что насосы не могут до нормы нагреть эту воду. И управляющая компания её доводит электрическими котлами до нормы. Догревает по сути электричеством, а это очень дорого. В соответствии с этим и получается, видимо, и тариф такой большой. За одну гигакалорию хозяева квартир по счетам должны оплатить больше двух тысяч рублей. Жители говорят, в домах с центральным отоплением норматив – 1800 рублей. Вот, по сути, вода еле тёплая. Чтобы помыть ребёнка и самой искупаться, ну, это проблематично в такой воде. И, понятно, управляющей компанией для того, чтобы было комфортно людям пользоваться этой водой, приходится вододогревать электричеством. Недовольны счетами жители всех 48 квартир умного дома. Решение видят одно – отказаться от системы солнечной энергии и подключиться к центральной котельной. Мы очень просили управляющую компанию перевести нас, подключить нас к местной котельной, отказаться от этих альтернативных источников тепла. Причём мы обращались по данному вопросу по поводу того, что вода еле тёплая. И то, что она с ржавчиной – это тоже попадание антифриза, как нам объяснили, в горячую воду. То есть это неблагоприятно для здоровья. У нас здесь у всех дети практически. То есть это, ну, такой серьёзный вопрос для нас. Какой выход из ситуации предлагает застройщик? Мы обратились в компанию «Унистрой». На сегодняшний день устанавливаются фильтрующие элементы. Также идёт перенастройка тепловых насосов для увеличения их КПД, для подогрева в должном уровне, для должной температуры. Часть элементов будет заменена. Будет всё подогреваться за счёт геотермального поля этих тепловых насосов, а также солнечных коллекторов, которые установлены на кровле. Электричество будет использоваться, но только для рабоспособности этих насосов. К квитанции за тепло пришли и казанцам. Больше всего их возмутило то, что приходится платить за отопление, которое подключили лишь в конце сентября. А суммы выставили как за полный месяц. Вот только что пришла квартплата на госуслуги. Вот цена даже больше, чем в том году. 2464 рубля 74 копейки. А тепло у вас сколько было? Три дня. 28, 29, 30. Заплатят жители девятого дома Поможайского как за целый месяц. И так всегда, говорит Аида Нуриева. Дело в том, что в доме нет общедомового прибора учёта тепла. Все восемь месяцев им начисляют одинаковую сумму. Счётчики у нас не стоят, то есть регулировать не могут. Вроде платите и платите. Радуйтесь, что у вас хотя бы так, что вы не больше платите. Вот так говорят. То есть по-человечески даже не разговаривают, не объясняют. Вроде живёте и живите, радуйтесь. Что у вас есть тепло. Так, жители многоэтажек, где нет приборов учёта тепла, платят с 2015 года. В госжилинспекции нам объяснили, всё в рамках закона. Управляющая компания Заречье давно составила акт о технической невозможности установки общедомового прибора учёта тепла в доме на Можайского. Он 1956 года постройки и в нём не предусмотрен подвал. То есть места для счётчика нет. То, что говорят жители, что топилось всего три дня, а берут как за целый месяц, это немножечко неправильно. Просто всё то тепло, которое по нормативу этим домом потребляется в течение года, разделили на 8 и равными долями в течение 8 месяцев, в сентябре, октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте и апреле, будут выставляться с оптиком. Раньше мы платили по 1,12 и равными долями. Потом нам делали перерасчёт или возврат средств по теплу. Потом мы перешли на оплату по 1,8, то есть чтобы летом не платить. В соответствии с этим 1,8 подразумевается именно оплата за 8 месяцев. А там, где есть прибор учёта, с момента того, как ресурс подали, то есть приказ 26-го сегодня вышел по теплу, 28-го выседали, 28-го начисления. Кому-то дали 1 октября с 1-го. Специалисты говорят, общедомовые приборы учёта тепла должны быть везде. Однако в домах, где нет подвала, в общежитиях нет технической возможности их установки. Поэтому жителям придётся платить по нормативу все 8 месяцев одинаковую сумму. У жителей с счётчиками сумма за тепло будет варьироваться. Своего пика она достигнет зимой.